Практика на рабочем месте. Школьники Шарыповского района осваивают навыки будущей профессии в профильных группах. Стремление помогать людям. Не каждый сможет. Это большая ответственность. Особые методики для особенных детей. Как в Шушенской школе работает инклюзивная программа. У нас все дети обучаются. Обучаются только в своем индивидуальном режиме и согласно своим индивидуальным возможностям. Будущая военная элита. В Каннском кадетском корпусе прошло посвящение в кадеты. Из 35 выпускников 2018 года 98% связали свою жизнь с военной службой. На зерноскладе общества Искрово все идет работа. Несмотря на мороз, здесь перерабатывают и фасуют в мешки рапс, который должен уйти в Китай. Первая трудность – это мороз. Вангар железный. Масло на машинке швейной замерзает. Фасовочная машинка не работает без обогрева. Придумали, состроили дом с баннеров. Включили тепло и фасуем. Начало выполнения контракта ждали давно. В прошлом году сотрудничество с зарубежными партнерами успешно состоялось. В Китай продали несколько тысяч тонн рапса. И в этом году искровцы тоже рассчитывали на успех. Их посеяли и убрали более двух тысяч гектаров. Однако рынок сбыта было найти нелегко. Но Искре удалось войти в большой региональный проект. Курирую проект реализации сохранительной продукции нашего края желающим покупателям. В частности, я участвовал в переговорах с китайской компанией «Хуэй». Это очень мощная компания, которая согласилась или приняла предложение о покупке рапса в Краснодарском крае в объеме пока 10 тысяч тонн. В железнодорожном тупике в районе поселка Овражного куратор сегодня наблюдает, как идет отгрузка первой партии рапса уже в вагоны. До 29 декабря искровцы должны загрузить и отправить 12 вагонов собственной продукции. А уже с января займутся переработкой и отгрузкой рапса из соседних хозяйств. Если этот контракт будет успешен, на следующий год в палате планируют еще увеличить объемы. А в Искре ищут тем временем и другие рынки сбыта. Так, 2,5 тысячи тонн уже планируют отправить в Липецк. Ремонт будущей Мариинской гимназии идет с отставанием от графика. Средства освоить в этом году не успевают. Об этом заявила краевой министр образования Светлана Маковская. Накануне она лично проверила ход работ здания. Мы идем с отставанием по этому объекту по 2018 году. Хотя, в принципе, сказать, что у нас есть какие-то серьезные претензии. Ну, там были на каком-то этапе у нас претензии к подрядчику. Но, в принципе, сейчас эта ситуация выровнялась. Сейчас сказать, что, например, претензий к подрядчику мы не можем, потому что это объективные причины, которые вызваны изменениями в этом смысле документации. Изменения в проектную документацию вносились прямо на ходу. Так, проект предусматривает замену старых арочных окон обычными стеклопакетами. Министр отметила, что арки необходимо оставить. Это придаст будущей Мариинке особую атмосферу. Учитывая, что сроки сдвинуты, пока не ясно, когда гимназия сможет начать прием воспитанниц. Напомним, открытие было запланировано на 1 сентября следующего года. Я думаю, что торопиться здесь при всех можно, в мою сторону, какую-то критику. Я ее согласно выслушаю. Но я думаю, что нам здесь торопиться, наверное, может быть, не стоит, чтобы такие стыдники были качественные. Помимо подготовки, собственно, здания школы решаются вопросы со спальным корпусом. Планируется, что местные гимназистки ночевать будут по домам, а большого наплыва иногородних не ожидается. Поэтому для организации пансиона используют здание санаторной школы. Там можно разместить 25 девочек. О полном пансионе для всех учениц речи пока не идет. Обсудили на совещании кадровую тему. Две просьбы к министерству. Первое, чтобы сформировать некую программу, которая позволила бы нам с кадрами поработать. Город готов обеспечить на своем уровне и жильем даже ребят, которые будут в молодежь приезжать. Я бы слышала по поводу жилья. Это очень, я думаю, существенное. Потому что в основном молодежь у нас сейчас, в принципе, после педагогерсткета идет в школы. Но проблема основная – это как раз жилье. Там, может, интересных каких-то... Очень хорошее спасибо за такое предложение. Мы прямо, естественно, подумаем, может быть, кого-то будем сейчас отслеживать. Светлана Маковская отметила заинтересованность городской власти в создании Мариинской гимназии в Железногорске. По ее словам, в городе работает очень сильная команда. Специальная комиссия собирается еженедельно. Министр образования края пообещала лично проконтролировать подготовку Мариинки к открытию в следующем году. На автозаимке Нарильск-Хаттанга Таймырского муниципального района начал работу постоянный пост. Инспекторы охотнадзора и сотрудники полиции будут дежурить в круглосуточном режиме. Специалисты проверяют автомобили промысловиков. Мероприятия направлены на профилактику и пресечение незаконной добычи животных и водных биоресурсов, а также безнадзорного оборота оружия. Круглосуточный досмотр транспорта – один из инструментов пресечения браконьерства для сохранения популяции дикого северного оленя. С открытием зимних дорог на территории Венкийского района на автозимнике Есей-Черинда Эконда-Тура заработает еще один пост. В 2019 году продолжат действовать выплаты, которые были введены в этом году по инициативе президента страны. Это пособие предоставляется тем семьям, в которых был рожден или усыновлен первый ребенок, и чей семейный доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на одного члена семьи. В Красноярске это 17 438 рублей, а в Норильске 25 418. Следовательно, ежемесячная выплата на ребенка для Красноярска будет 11 589 рублей, а для Норильска 16 741 рубль. На предоставление ежемесячных выплат в 2019 году в федеральном бюджете для Красноярского края предусмотрено 833 миллиона рублей. За назначением выплаты необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ. Новый проект районного управления образования помогает школьникам сформировать навыки, необходимые для получения будущей профессии. Ученики медицинского класса знакомятся с содержанием и перспективой работы в этом профиле. Понимают, насколько специалисты этой сферы востребованы в их селе и районе в целом. Мы с ними изучаем инфекционные болезни прошли, значит, неотложную помощь мы прошли. И сейчас у нас идут практические занятия пока. Ребята многому научились, много интересного больницы у нас им. Значит, нам есть что показать. Мы очень надеемся, что ребята все-таки выберут эту профессию медика и заменят в будущем нас. В профильные учебные группы вступают старшеклассники, желающие побольше узнать о профессии, погрузиться в ее тонкости и нюансы. Профессиональное образование они получают отдельно от своих одноклассников. Наряду с основными предметами в их расписании есть специальные лабораторные и практические работы. Иван Волгушев в этом году завершает изучать школьную программу. Медицинский профиль выбрал осознанно. Планирует дальнейшее будущее связать именно с этой деятельностью. Стремление помогать людям не каждый сможет. Это большая ответственность. И в будущем хотелось бы тоже посвятить свою жизнь медицине, но в другом направлении – психологии. Группа профильной медицинской подготовки формируется из учеников, начиная с седьмого класса. Программа рассчитана на три учебных года. Детям дают теорию и практику. И уже даже по окончанию девяти классов некоторые могут выбрать медицинский колледж и уже в нем получить профессиональное образование. Вначале, конечно же, нам были трудности по организации вот этой именно группы, потому что ребятам было непонятно, что это такое, для чего и как. Но по мере того, как они начали посещать учреждения больницы, к детям основной группы начали еще добавляться ребята. И нам очень даже отрадно, что количество ребят в этой группе увеличивается. Кроме профильных медицинских классов в школах села Березовская и Новоалтатка действуют профильные аграрные классы. В них занятия со школьниками ведут преподаватели аграрного университета, а практикуются будущие аграрии на выездных уроках, на объектах животноводства. В начале каждого индивидуального урока учитель-дефектолог из 2-й Шушенской школы Марина Гаврилюк выясняет у своих особенных учеников, в каком настроении они приступают к занятиям. Четвероклассник Богдан обучается по специальной программе, разработанной для особых ребят. Сегодня он помогает своему педагогу показать мастерство и наработки в рамках муниципального конкурса на лучший инклюзивный урок. Включённость ребятишек, имеющих проблемы со здоровьем в образовательный процесс в школьных стенах – основной постулат инклюзивного обучения. От учителя требуется глубокое понимание тех причин, по которым ребёнок не может заниматься по обычной программе. Ежедневные занятия с педагогом-дефектологом для Богдана – это возможность пусть и за более длительное время, чем требуется обычным детям, приобрести самые необходимые навыки и умения. Сегодня мы с ними показали вам, как можно научить ребёнка глобальному чтению. То есть чтению целыми словами, и как это потом переводится в обычное аналитическое чтение. Как ребёнок овладевает навыком чтения постепенно. Вот такой особенный ребёнок научится читать и очень успешен в этой деятельности. Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются не только в особом отношении поддержки, но также в развитии своих способностей и достижении успехов в школе. У нас в связи с принятием нового закона об образовании категория «необучаемый ребёнок» просто перестала существовать. У нас все дети обучаются. Обучаются только в своём индивидуальном режиме и согласно своим индивидуальным возможностям. В муниципальном конкурсе на лучший инклюзивный урок участвуют 17 педагогов из 8 школ Шушенского района. Сейчас педагогические коллективы находятся лишь на первом этапе воплощения в жизнь прописанных в концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае мероприятий. Это описание лучшего педагогического опыта, выявление успешных инклюзивных практик и их внедрение в образовательный процесс. Вот они, 40 мальчишек в праздничной форме, гордо шагают в строю. Для каждого из них попасть сюда было непросто. Ежегодно конкурс в Каннский морской кадетский корпус составляет 5 человек на место. И только самые одарённые и талантливые ребята со всей восточной зоны края проходят отбор. В этом учебном заведении воспитываются настоящие патриоты, которые в будущем служат на флоте, в авиации и других видах вооружённых сил. Из 35 выпускников 2018 года 98% связали свою жизнь с военной службой. Возможно, среди этих ребят будущие Нахимовы, Ушаковой и Суворовы. Сами ребята уверены, с этого момента их жизнь изменится и уже не будет прежней. Они станут серьёзнее, взрослее и ответственнее. Я пошёл в кадеты, потому что у меня раньше тут учился брат. И у меня сейчас папа военный, и брат тоже. Я пошёл по ним стопам. Впереди у мальчишек нелёгкие годы учёбы и воспитания в кадетском братстве. Акцент будет сделан на развитие в характере мальчишек патриотизма, чувству товарищества, уважения старших и защите слабых.